Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова предлагаю уделить несколько минут, чтобы оценить фундаментальный фон, оценить последствия заключительной торговой сессии прошлой недели. В данном случае будем говорить преимущественно о двух торговых сессиях, это четверги и пятницы. Я краткий обзор по отдельным инструментам и выжимка важных событий попробую вложить в текущий брифинг. Важно, поскольку мы, будучи фундаменталистами, продолжаем делать ставку на то, что новости оказывают, если не самое прямое влияние на то, что происходит с финансовыми инструментами, особенно в долгосрочной перспективе, то уж, по крайней мере, весьма значимое. Друзья, торговая сессия пятницы, да и в принципе, можно сказать, конец недели отличился тем, что мы наконец-таки увидели нефть в довольно неплохом бычьем настрое. Покупатели все-таки навалились на этот инструмент, смогли вытащить с уровня поддержки 60 долларов за баррель этот инструмент и фактически подтащили его к 63. Я уверен, что, как минимум, главный вывод, который можно сделать сейчас, друзья, это на фоне такого оптимизма покупателей, на фоне такой выраженной восходящей динамики, мы смело, настойчиво можем продолжать говорить о том, что вероятность теста 65 долларов за баррель достигла, ну, очень высокого значения, и этот сценарий поведения нефтяного инструмента, то есть движения к этой планке, фактически неизбежен. Я в этом не сомневаюсь, я продолжаю ставить, друзья, на то, что этот уровень мы увидим. Те из вас, кто еще не спекулирует, не торгует нефтью, есть еще возможность присоединиться к этому ралли, все-таки нас ожидает как-никак больше 3% еще восстановления, ну, и вы сами наверняка знаете, о какой прибыли может идти речь, а тем более, что 3% это депозиту без плеча. Локально есть факторы, которыми можно оправдывать восходящее движение. Я вот сходу могу выделить несколько. Ну, во-первых, это решение США ввести санкции против Венесуэлы, и фактически это решение вернуло на рынок опасения за будущее сокращение предложения на мировом рынке и за снижение поставок со стороны Венесуэлы. Да, очень трудно сейчас оценить последствия того, к чему это приведет для глобального рынка и вообще приведет ли каким-то образом, создаст ли проблемы, трудности для балансировки рынка черного золота. Но, судя по последней динамике, все-таки участники рынка допускают, что определенные преграды будут. Или, по крайней мере, спекулятивный интерес до тех пор, пока рынок не разберется в последствиях, он достаточен для того, чтобы оправдывать рост цен на нефти. Поэтому с санкциями я предлагаю работать и сейчас с венесуэльской темой. Пусть она не такая интересная уже, как на прошлой неделе, но какие-то отголоски, друзья, фундаменты идут позади и стимулируют покупателей на сохранение восстановительной динамики. Второй фактор поддержки – это доклад ОПЕК по тому, сколько нефти было добыто в прошлом месяце, в январе. Так вот, производство нефти снизилось на 930 тысяч. Это, на мой взгляд, очень много. Это доказывает то, что страна ОПЕК действительно весьма ответственно подходит сейчас к намерениям и собственным обязательствам по восстановлению цен на нефть. Напомню, что на протяжении всего первого полугодия 2019 года мы будем следить за тем, как страна ОПЕК плюс совместными усилиями продолжит сокращать нефтедобычу на цифру в 1,2 миллиона баррелей, для того, чтобы все-таки положить конец вот этим медвежьим негативным трендам, которые на рынке сложились. Друзья, здесь я попрошу обратить ваше внимание на небольшую ремарочку с моей стороны. То, что я отмечаю факторы поддержки, вы должны понимать, что я, пожалуй, самый закостенелый продавец нефтянки. Я уверен в том, что нефть еще не достигла своих уровней донных, которых она могла достигнуть. И я уверен в том, что не пройдет, наверное, и двух месяцев, может быть, даже меньше времени нужно подождать, и мы снова увидим развитие нисходящего тренда, к которому, безусловно, мы присоединимся. Я не буду ручаться за то, что мы поймаем хороший уровень разворота и сможем выжать из новой волны распродаж еще больше профита. Но будем стараться уловить этот момент разворотный, переворотный для нас, когда для нас приоритетной снова будет позиция, которая предполагает продажи. Но с учетом текущего фона, с учетом того, что покупатели огрызаются, сопротивляются, я вижу возможности для роста котировок в районе 65 долларов за баррель. Поэтому привожу локальный, это ключевое слово с большими буквами, его можно, в принципе, прописать локально. То, что и санкции, и статистика от ОПЕК, и данные от Бекки Хьюз, которые мы получили, нефтесервисные компании по количеству нефтяных буровых в США, то, что их число сократилось на 15 единиц до 847, снова привело к разговорам о менее агрессивных темпах роста нефтедобычи в США. Ну и еще один фактор, это переговоры между США и Китаем, двухдневные переговоры, очередной этап обсуждения, как преодолеть торговое разногласие. В целом, друзья, деталей ровным счетом нет никаких, но высокопоставленные чиновники, принимающие участие в переговорах, признали позитив. По ходу того, что обсуждалось, переговоры были конструктивными, и это вдохнуло на рынок оптимизма, привнесло вот этот позитив, который тут же транслировался, опять же, в повышенный спрос и нефтянку. Ну, тема с США и Китаем, и их торговыми переговорами, она останется вездесущей, как минимум до марта, до периода истечения торгового перемирия. И мы будем возвращаться к ней вновь и вновь. И я также повторяю вам, друзья, что лично я очень скептически настроен к тому, что какой-то общий устраивающий всех ознаменатель будет найден. Я уверен, что после марта США снова вернутся к вопросу установления новых дополнительных таможенных пошлин. Уже на весь китайский импорт, те также начнут принимать, вряд ли сопоставимы по масштабам, но как минимум аналогичные по торговому протекционизму действия. И это станет причиной всех тех же страхов, о которых мы говорили еще в конце 2018 года, и благодаря которым мы прокатились на нисходящей динамике нефти. Вот как раз вот это топливо мы впоследствии будем снова использовать, друзья. Но сейчас нефть мы покупаем, цель 65. Я снова повторяю, чтобы вы ориентировались вместе со мной на это сопротивление и ждали теста данной планки. Фунт против доллара 1.3078. Сделка селлимит 1.3120. Друзья, допускаю, что в ближайшие дни может последовать небольшое восстановление. В целом новостной фон уже не так изобилует событиями касательно Брекзита, но нужно понимать, что время неумолимо движется вперед, и 27 марта уже наступит скоро. Это период даты официального выхода Англии из состава Европейского Союза. Как вы помните, в ходе обсуждения определенных правок к соглашению законопроекте о Брекзита не удалось продащить поправки, которые предполагали бы продление сроков этого выхода. А значит, 27 марта будет ознаменовано тем, что Англия выйдет из состава Европейского Союза. Но на каких условиях, это большой вопрос. Я думаю, что для некоторых из вас ответ уже очевиден. Это условия жесткого Брекзита, когда Англия потеряет доступ к таможенному союзу и к единому европейскому рынку. Потому что все, что мы услышали, все, с чем мы столкнулись в плане противоречий, недопониманий, разногласий в рамках Палаты общин Англии, указывает на то, что Тереза Мэй остается особняком и без поддержки. Ее соглашение, которое она ранее обсуждалась с Европейским Союзом, не поддерживает в парламенте. И очень важный, на мой взгляд, комментарий Юнкера, который предупредил, что любые попытки Мэй открыть переговоры, лишь повысит вероятность неупорядоченного Брекзита. То есть того самого жесткого. Между строк, друзья, я интерпретирую для вас то, что Европейский Союз не будет обсуждать возможность внесения каких-либо правок в этот документ. Значит, мы ждем жесткий Брекзит. Я по-прежнему уверен, что должно произойти в прямом смысле какое-то чудо, чтобы мы сместили, ну, лично я, акцент, внимание, с вероятности жесткого Брекзита на мягкий. И с вами бы поделился какой-то информацией о том, что-то случилось на рынке, то, что позволило Терезе Мэй убедить Палату общин проголосовать за ранее согласованный СС документ о Брекзите. Я даже не знаю, что это может произойти, поэтому предпочитаю не выдумывать, а просто работать с фактами, которые, на мой взгляд, указывают на то, что Брекзит жесткий, неизбежен. Вот поэтому короткие в позиции приоритетии. И отложка с LIMIT это как уровень, который попробует позволить вам, скажем, взять еще больше профита в случае, если в ближайшее время фунт еще восстановится. Впереди у нас Суперчетверг, очень много статистики по Англии, решения по процентной ставке. Будем следить за голосованием Банка Англии, потому что будет с монетарным курсом дальше. Но при всем уважении к Банку Англии, все-таки тема Брекзита будет определяющей. И новости, если они будут появляться на рынок по данной тематике, конечно же, продолжат оказывать влияние на британцев. Я думаю, что негативные. Евро против доллара отступили мы от сопротивления 1.15. Друзья, сейчас котировки 1.14.50. Рекомендую ставить только лишь на продажи. Темпы экономического роста, которые вышли в четверг, указали на самые слабые цифры восстановления еврозоны за последние 4 года. 1.21.6%. Италия в рецессии уже, друзья. Индексы производственной активности Германии закрепились. Не просто ушли разово, но уже второй или даже третий месяц подряд ниже 50, друзья. То есть тоже, можно сказать, состояние спада. Индекс потребительских цен снижение с 1.6 до 1.4%. И плюс ко всему, вот этот фон слабой европейской статистики усиливает еще и решение Европейского Союза установить все пошлины. Импортные тарифы на осталь, поставляемую в США. Это как ответное действие на то, что США ранее установили тарифы на импорт металлов из Европейского Союза. Эти санкции вступили в силу, точнее не санкции, но где-то по экономическому смыслу очень торжественные эти понятия. Но, наверное, будет более корректно говорить все-таки о торговых барьерах. В общем, эти пошлины вступили в силу в эту субботу. Друзья, это, на мой взгляд, явная ковровая дорога к тому, что производственный сектор Германии в ближайшее время столкнется с еще большими проблемами. Может быть, решение Европейского Союза поддержать национальных производителей стали, оно и высокопарно в плане, может способствовать улучшению настроения именно промышленников, которые завязаны на производстве стали. Но в то же время посмотрите, что происходит с настроениями производителей автомобилей, которые продолжают снижаться, ухудшаться. Все это следствие того, что торговый конфликт, как я вас и готовил, друзья, много месяцев назад еще, торговый конфликт, он станет актуальным и интересным для спекуляций, для обсуждений США не только с Китаем, но и с Европейским Союзом, со всеми вытекающими негативными последствиями для страны ЕС. Я не вижу перспектив для роста евро, поэтому ставлю лишь на то, что евро нужно дальше продавать. Доллар иена 109.68, неоднозначные данные по Non-Farm Parals, 303 тысячи новых рабочих мест внести из хозяйственного сектора, хорошая цифра, однако результаты прошлого месяца были пересмотрены очень сильно, фактически на 100 тысяч с 312 до 222. Зарплата на хорошем уровне 3,2%, но вот уровень безработицы вырос с 3,9 до 4%. И в целом, друзья, тот позитив, который сейчас развивается в паре доллар-иена, то есть почему сейчас растет американская валюта, я связываю даже не с рынком труда и неплохим данным, которые вышли по нему, но и с еще сообщениями опять же о достижении прогресса в переговорах между США и Китаем. Эта тема, как уже было отмечено в начале брифинга, оказала поддержку, собственно, доллару, потому что снизила спрос на защитные инструменты. Мы готовы были бы купить японскую иену, если бы поступила какая-нибудь конкретика негативная по ходу переговоров и если бы мы столкнулись с сообщениями о том, что переговоры завершились ничем. Но стороны, которые приняли участие в них, высказались в довольно оптимистичном ключе, но еще раз повторюсь, без каких-либо деталей. На этой неделе нас ожидает много статистики по Штатам. В среду состоится обращение президента США к нации, в четверг еще и выступление Джерома Паула нас ждет. Я предлагаю ставить на слабый доллар, потому что слабый доллар должен опираться на текущие низкие показатели доходности американских облигаций, на плоское уплощение кривой доходности между облигациями, о чем я также вам уже не раз говорил, являясь все это сигналом скорой, неизбежной и грядущей рецессии. Эти риски очень серьезные. Но в то же время, друзья, забегая вперед, скажем, на период после марта, я первым откажусь от этой глобальной угрозы, которая нависает над экономикой США, если США и Китай договорятся и подпишут двухстороннее торговое соглашение. И это сразу снимет с рынка глобальный фактор неопределенности и позволит нам с меньшим уже пессимизмом смотреть на темпы экономического роста всей мировой экономики. Но если двухстороннего торгового соглашения не будет, тогда все риски станут более выраженными для американской экономики тоже. И надеюсь, что уже к этому моменту доллар-иена будет торговаться гораздо ниже текущих значений. Сейчас предлагаю сделку селлимит с отметки 109.90 по паре доллар-иена. Австралии спротив доллара 0.72.29 снижаемся. Это реакция на слабые данные по индексу цен производителей. 2% в годовом выражении с 2.1 в квартальном тоже. Под завтра у нас решение по ставке и сопроводительное заявление. С учетом всего того фундаментального негатива, который мы накопили за последние две недели, и с учетом того, что произошло в Китае по темпам экономического роста и последнему отчету по индексу производственной активности, уверен, что австралийца только одна дорога, как и раньше. Это как минимум на тест 0.70 уровня. Сейчас предлагаю сделку селлимит тоже с отметки 0.72.50. Доллар канадец, друзья, снова я попал в просаг, но никак вот мне не удается точно определить движение канадца. Очень коварная валютная пара. Сейчас котировки 1.31. Я вынужден констатировать снова минус. И, честно говоря, друзья, две ошибки подряд по канадцу все-таки заставляют меня оставить снова в покое этот инструмент, но не поддается он пока более-менее точному определению горизонта дальнейшего движения. То нефть на него влияет, то ни с того ни с сего снова все переключаются на статистику и так далее. Поэтому, пожалуй, я отдохну все-таки от канадца какое-то время. Но если вас интересует мое мнение, что с канадцем будет дальше, я думаю, что с учетом того, где он находится сейчас, мы будем снижаться дальше в целом по паре и протестируем поддержку 1.30 и пойдем, возможно, на уровень 1.28. Но даже если и пара окажется на этих значениях, я все-таки в этом потенциальном нисходящем движении уже участвовать не буду, друзья, потому что не хочется снова попасть в ловушку избыточных ожиданий укрепления канадца и зафиксировать еще один минус. Поэтому буду анализировать ее только для вас, но без такой личностной спекуляции на финансовых рынках. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.